Когда важен каждый грамм. Россия продолжает отправлять гуманитарную помощь в освобожденные территории. Для жителей Донбасса было собрано уже несколько сотен тонн, из которых 40 при участии Ангарска. Очередная фура из города нефтехимиков сегодня отправилась в Ростовскую область, как это было в репортаже Анны Дергаусовой. Крупы, консервы, детское питание, средства гигиены. За месяц это уже третья фура для отправки в Ростов из Ангарска. Но в этот раз она уникальна тем, что помимо популярных товаров широкого потребления, здесь представлена местная продукция. Это таежный чай на травах и бальзамы из Сибири для иммунитета. А те, кто получит эту посылку, вероятно, даже не слышали о небольшом городе в Иркутской области. Но обязательно проникнутся сибирским колоритом и теплом сердец людей, живущих в нем. Считанные минуты до отправки и машина с гуманитарной помощью поспешит до адресата. Третья фура весом несколько тонн была собрана почти за неделю. По инициативе мэра, ангарские предприниматели приняли участие в ее формировании. Независимо от национальности, веры, мы всегда будем едины, мы всегда будем вместе. Так как мы здесь находимся, таджикская диаспора, интеграция уже произошла. Мы всегда будем считать, что Ангарск – это наш город, Россия – это наша страна. Мы всегда будем вместе, дружны. Это для каждого человека очень важно. Потому что там ребятишки наши, дети наши и под пулями, и в подвалах прячутся жители Донбасса и Луганска. Надо обязательно помогать. Без этого никак. У нас хорошо отработали Черемхово и город Братск, Тулун и Тулунский район. Это самые такие передовые оказались города. Ангарск здесь ушел в абсолютный отрыв, далеко-далеко впереди всех муниципальных образований. И, наверное, опередил там точно половину Иркутской области, половину муниципальных образований всей Иркутской области по количеству собранного груза, по количеству доставленного груза на территорию ДНР и ЛНР. Ангарск был одним из первых, кто откликнулся на призыв помочь. Свыше 200 бизнесменов, руководителей предприятий, всех неравнодушных жителей собирали и упаковывали вещи. Список всего необходимого предоставили в Центре гуманитарной помощи на Донбассе. Напомним, сбор средств был объявлен по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и поручению областного антикризисного штаба в рамках сбора помощи, организованной правительством региона. Насколько это важно, мы уже убедились. Наш первый груз, когда прибыл, мы получили обратную связь. Я признателен всем, кто у нас занимался этой отгрузкой, потому что собрали самое необходимое, правильно упакованное. И, в общем-то, получили очень такой положительный отклик, что грамотный подход именно к формированию груза. Наполнить фуру уже несложно. Важно, чем наполнить. То, что действительно востребовано, то, в чем действительно у людей первая необходимость, первая потребность. Мы же понимаем, что со временем у нас федеральные структуры свою работу выполнят. Здесь просто инерция. Вот первое время, как говорится, руку протянуть, это буквально первые недели, месяцы. Потом все это, не сомневаюсь, наладится и будет нормально обеспечено на территории и будет нормально функционировать. Около 6 миллионов рублей удалось собрать общими усилиями, что позволило сформировать и отправить аж три машины. Но это не означает, что помощь на этом закончится. По словам главы округа, желающих поучаствовать в акции меньше не становится. Это значит, что Ангарск и дальше будет поддерживать жителей освобожденных территорий. Вот он, тот самый трогательный и трепетный момент, когда многотонный грузовик с большими буквами на российском триколоре. Ангар с Донбассу отправляется в путь. Через всю страну он проедет несколько дней туда, где его очень ждут, чтобы доставить все то, что в повседневной жизни нам кажется простым и обыденным. Но там это жизненно необходимо. Еще и потому, что с душой и самыми теплыми пожеланиями. Анна Дергаусова, Олег Левченко, Алексей Выборов. Местное время. Ангарск.